Уже почти год мы наблюдаем, как все мирное население Украины сидит под бомбами и уничтожаются дети, старики и женщины в своих же домах. Как сбрасываются бомбы на мирных людей. И постоянно я читаю комментарии азербайджанцев, которые пишут, что Азербайджан против уничтожения мирного населения и на стороне мирных людей. Это говорит о том, что в Азербайджане население не знает ничего из тех страшных страниц Первой Карабахской войны, что может выставить их азербайджанскую сторону не в лучшем свете. Многие пишут, что азербайджанская армия в жизни такого не делала. Подобная ложь и клевета лично для меня является личным оскорблением, как для человека, который все свое детство прожил под бомбежками азербайджанских войск, которые в сто раз хуже уничтожали мирных людей, чем это происходит сегодня в Украине. Необходимо понимать, что азербайджанские войска в 90-х годах ничем не отличались от российских войск, деля уничтожения мирного населения и являются его точной стопроцентной копией. В общей сложности более четырех лет я прожил под бомбежками. Блокада и обстрелы Степанакерта – это многомесячная кампания бомбардировок гражданских объектов города Степанакерт, столицы Арцаха. С осени 1991 года до весны 1992 года в ходе Карабасской войны бомбежки Степанакерта были особенно жестокими. Обстрел Степанакерта из соседних городов и сел проходил в условиях полной блокады со стороны Азербайджана, вызывая масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Главной базой азербайджанских вооруженных сил с целью бомбардировок Степанакерта служили города Ходжалы и Шуши. Против гражданского населения азербайджанские силы применяли запрещенные установки залпового огня «Град». В результате неизбирательных обстрелов, снайперских выстрелов и воздушных налетов были убиты 1237 женщин, стариков и детей. Покалечены более 800 мирных жителей Арцаха, разрушены дома, больницы и другие здания. В результате наступления азербайджанских войск на мирные армянские села и города более 65 тысяч человек стали беженцами. Десятки сел были сожжены и разрушены. Все по той же схеме, что происходит в Украине. Варварские бомбежки и резня мирного населения. Жилые районы Степанакерта регулярно обстреливались с применением артиллерии и ракетных установок. Широкомасштабные разрушения и жертвы были следствием расположения Степанакерта в Низине. Существенную роль сыграло также то обстоятельство, что азербайджанским силам до этого удавалось забрать себе советские склады с оружием в Агдами и в других городах с более чем 12 тысяч вагонов ракет, предназначенных для артиллерийских установок. Существенную роль сыграло также то обстоятельство, что азербайджанским силам до этого удавалось получать огромное количество советских складов с оружием в Агдами и других городах. Они получили от русских более 11 тысяч вагонов ракет. Это оружие передала Азербайджану делегация русских военных, которая получила приказ из КГБ СССР о необходимости помочь Азербайджану в деле бомбардировок армянских городов и сел. Очень жаль, что арцасское телевидение забыло про этот факт и вечно хвалит российских миротворцев. Беспорядочные обстрелы жилых кварталов прекратились лишь после успешного подавления азербайджанских постов армянскими подразделениями в городе Шуши 8-9 мая 1992 года. Так что слава армянским солдатам, которые спасли нас от полного истребления азербайджанскими войсками в Шуши. Этого, конечно, не будет рассказывать алиевская пропаганда молодому поколению Азербайджана. Государственная ТВ Азербайджана выставляет себя в роли ангела, а на самом деле является точной копией сегодняшнего поведения России в Украине, когда целенаправленно убивают мирных людей и никого войска не щадят. Азербайджанские войска расстреливали мирных людей и снайперов точно так, как российские войска это делали в Буче и Ирпине. И поэтому нам очень понятна украинская боль, боль украинского народа. На все эти бомбежки безразлично тогда смотрела Россия и снабжала Азербайджан снарядами. Этого почти не хотят вспоминать сегодняшние арцахские власти. Это забыл негодяй Рубен Вартанян. Я, автор этой передачи, пережил ад, голод, холод и смерть почти половины города. И все это под российскими бомбами. А теперь Рубен Вартанян сидит с наглой физиономией и говорит, что Россия гарант мира и стабильности жителей Степанакерта. Господин Рубен Вартанян, никакая ваша агитация не сумеет стереть нашу память и плохие воспоминания. Нас бомбили снарядами из установок ГРАД, а эти установки передавали азербайджанцам русские войска. Нас бомбили русские пилоты в русских самолетах, сбрасывая на нас 500 килограммовые бомбы. И вы, Рубен Вартанян, хотите сказать, что мы должны это забыть? Война это страшная штука. И господин Вартанян должен понимать, что необходимо думать, прежде чем что-то говорить. Тем более глупости говорить направо и налево. Сегодня очень важно, чтобы мы говорили обо всем этом не для того, чтобы обидеть или оскорбить азербайджанцев. А чтобы они, азербайджанцы, поняли, что обе стороны, армянская и азербайджанская, наломали дров. И сегодняшнее поколение азербайджанцев пусть смотрит кадры из Украины и понимает, что чувствовал я. Для того, чтобы каждый понял, что боли больше, чем можно представить. И надо просто остановиться всем и построить мир. Это касается и некоторых армянских зрителей, потому что многие провокаторы, которые никогда не воевали и воевать не будут, сидят со своих компьютеров и кричат о войне из диаспоры. Ситуация на информационном пространстве, к сожалению, будет с каждым днем только и только ухудшаться. Потому что чем больше развиваются технологии, тем больше возможностей у провокаторов разжигать межнациональную рост между армянами и азербайджанцами. А в итоге будут страдать смелые, бедные, самые достойные и самые чистые парни. Авруны, провокаторы и жопалезы будут жить, как ни в чем не бывало. И Армения, и Азербайджан должны когда-либо найти силы в себе, извиниться за всю ту боль и горе, которое они причинили друг друга во время войн. Понятно, что к этому не имеет никакого отношения нынешняя армянская власть, которая демократичная, добрая и светлая. Однако этот страшный груз, который остался нам со времен Первой Карабахской войны, нужно вынести. То же самое надо сделать Азербайджану. Автор выпуска Роман Бактасарян. Вы слушали инфоплатформу в центре объектива.